Здравствуйте друзья, в этом обзоре я расскажу про еще один DIY проект от украинского магазина Mind in UA, устройства из которого неоднократно были на моем канале. Кстати, пара моих рабочих ZigBee координаторов ZigStarLan или LeZig именно оттуда. Героям этого обзора будет интересное устройство, которое представляет собой реле с энергомониторингом, но его особенностью является то, что предназначается оно для USB линий с напряжением 5 вольт, а это большая редкость. Кроме этого, оно обладает еще кое-какими эксклюзивными возможностями, о которых я расскажу дальше в своем видео. Перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти как можно больше людей, интересующихся темой умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства USB-реле с энергомониторингом, интерфейс ZigBee. Управляющий модуль E-Byte E18 MS1 PA2 PCB на базе CC2530. Коммутационный модуль MIG2545A. Рабочее напряжение 5 вольт, максимальный ток 3 ампера. Передача данных поддерживается. Размер устройства 70 на 24 на 14 мм. Внешнее устройство сильно напоминает USB ZigBee Stick ZV-GV04 на базе EFR32MG21, про который я тоже делал обзор в свое время, кому интересно ссылка в описании. И это не удивительно, так как он использует тот же самый корпус, только у него в отличие от стика есть и вход и выход. Упомянутого стика у меня уже нет, он был разыгран на одном из благотворительных аукционов, которые проводятся на моем телеграм канале. Поэтому для масштаба я использовал другую модель на том же чипе, только от санов. Вид без корпуса. На этой стороне в центральной части находится кнопка, которая используется для перевода устройства в режим сопряжения. Для этого ее нужно удерживать в течении примерно 10 секунд, пока не начнет мерцать расположенный справа диод. Кроме этого, она может выполнять и другие функции, и не только связанные с работой реле, об этом дальше. Справа внизу виден регулятор мощности, он сейчас установлен на максимальный ток 3 ампера. Модуль управления находится на задней стороне. Больше информации, все технические данные, схема находится на странице проекта, ссылку вы найдете в описании под видео. Теперь пора приступать к подключению. Включаем реле в USB разъем и убеждаемся по мерцанию диода, что он находится в режиме сопряжения. Устройство ориентировано на работу в zigbee2mqtt, поэтому основное внимание уделим именно этой системы, но в конце видео проверим совместимости с другими интеграциями. Актуальная версия системы на момент обзора 1.34. По умолчанию устройство не поддерживается системой, что в принципе нормально для DIY проектов. Не скажу, что их вообще нет в официальной поддержке, но намного меньше, чем существует в природе. Для героя обзора создан полноценный внешний конвертер, ссылку на него вы найдете в описании. При помощи редактора, например файл editor, создаете в папке zigbee2mqtt файл с расширением GS, вставляете в него код конвертера и сохраняете. После этого в интерфейсе системы, на вкладке с соответствующим названием, нужно нажать на кнопку с плюсом для добавления нового конвертера и указать имя созданного файла. Затем нужно перезагрузить систему, чтобы подтянулись данные о новом устройстве. В правом верхнем углу появится кнопка. Нажимаем, подтверждаем и ждем пару минут пока система стартует. Теперь zigbee2mqtt добавлена в систему и будет работать так как задумано. Конвертер включает в себя даже правильное изображение для реле, которая кстати вдобавок ко всему является роутером, то есть может передавать через себя данные и подключать другие zigbee устройства. Так выглядит страница экспозиции. Все то же самое передается в Home Assistant через MQTT Broker. Список объектов начинается с сенсора событий, он нужен для логического режима работы кнопки. Далее уровень качества сигнала, управление подачей питания, поле для команды автоматического перезапуска, режим работы кнопки и ее связка с реле. Затем данные по энергомониторингу, сила тока и напряжения. Мощности нет, но ее легко получить в Home Assistant, сделав шаблонный сенсор, где напряжение будет умножаться на силу тока. Два последних хендпоинта, температура чипа и время работы с момента последнего подключения. Теперь приступим к подробностям. Разберем режимы кнопки, сейчас она в логическом режиме, отвязана от управления реле, подобно тому, как это работает с выключателями Акара. Установлен режим Switch. В нем при нажатии на кнопку в сенсор Action прилетает событие Single L1, а при отпускании релиз L1. Изменения видны в колонке справа лог работы. Следующий режим Single Click, одиночное нажатие. При его активации Action генерирует только одно событие Single L1, вне зависимости от того, сколько раз вы нажимаете на кнопку. И последний режим, опция после него сбрасывает настройки по умолчанию. Это режим множественного нажатия. В этом режиме генерируется событие одиночного, двойного и тройного нажатия. Мне подумалось, что тут не помешало бы колодкой для подключения внешнего звонкового выключателя, чтобы можно было полноценно пользоваться и этим функционалом. Теперь устанавливаем связь кнопки с реле, установив опцию Yes в Link to Output. В меню выбора команды я поставил переключение, чтобы нажатие инвертировало текущее состояние, включать когда выключено и наоборот. Для тестирования я собрал стенд, в котором буду использовать лабораторный источник питания, установленный на 5 вольт. К нему подключу реле, которое управляет светильником. Ток, который потребляет реле при работе около 0,035 ампера, это около 0,2 ватта. Работа кнопки в режиме привязки к выходу реле. Согласитесь, что не помешала бы возможность подключения внешнего выключателя. Проверим скорость энергомониторинга. Питание подано, лампочка включилась, потребление повысилось и начнет расти примерно до 0,0300 ампера. То есть на лампу уходит около 0,295 ампера или 1,475 ватта. Данные обновились через 30 секунд после включения. Реле показывает 0,0300 ампера, что практически соответствует расчетам. Если говорить о мощности, то с учетом того, что напряжение на выходе чуть просело, по мнению реле, светильник потребляет 1,490 ватта. После выключения, значения по энергомониторингу тоже обновятся в течении 30 секунд. Опция Рестарт позволяет одной команде сделать перезагрузку по питанию на заданное время. Отправляем цифру 5, питание отключается на 5 секунд и автоматически включается назад. Для проверки передачи данных через реле, я подключил его к ноутбуку, а через него внешнее создай диск. Питание естественно включено, иначе диск не будет работать. Никакой разницы по сравнению с тем, если бы я подключал диск напрямую нет, все работает как обычно. Для чистоты эксперимента проверим совместимость с другими системами, начнем с SLS шлюза. Актуальная версия прошивки на момент этого видео от 24 апреля 2023 года. Подключение стандартное. Кстати, после удаления реле из сети координатора, оно автоматически переходит в режим сопряжения, сжать кнопку не надо, это удобно. Поддержки тут нет, что в принципе логично, так как герой обзора достаточно редкое DIY устройство. Да и подходящих конвертеров ввиду эксклюзивности этого реле подобрать не получится. Теперь очередь ZHA, штатная интеграция Home Assistant для работы с Zigbee устройствами. Хотя особых надежд я не питал, но при подключении пара объектов все же определилась, уже интересно. Тут появился переключатель и некий бинарный сенсор открытия, логику которого мне прояснить не удалось. А вот переключатель рабочий, он действительно управляет реле только наоборот, при включении отключает питание и при выключении подает. Гаджет получился очень интересным, вообще удивительно, как до него еще не додумались китайские производители. Кейсов применения довольно много. Управление по питанию включает перезагрузку для IP камер, роутеров, различных контроллеров и датчиков с питанием по USB. Легко организовать аварийное питание, если применить DC UPS и USB светильник. Кстати, подобный кейс, только на основе двухканального реле с сухими контактами, я уже рассматривал, ссылка в описании. Из того что можно было бы добавить, это возможность для подключения внешней кнопки, чтобы можно было использовать и логическую составляющую. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео я оставлю ссылки на сайт проекта и магазины, где можно заказать это реле. Кроме этого, там же вы найдете ссылки на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!